Туризм – одна из болевых точек 2020-го. На путешествиях пандемия сказалась в первую очередь. Закрытые границы, отели и рестораны – то, с чего началась весна текущего года. Сокращение гостей повлияло на прибыль заведений. Многие рестораны перешли на доставку и выживали за счет льгот. Были поддержки для малого бизнеса. Я скажу только в нашей сфере. Были какие-то дотации, какие-то льготные условия были. Это отмена налогов. Второй квартал был. Одним из решений стало создание представительства Федерации рестораторов и отельеров, после чего в городе запустили программу лояльности «Еду в Ярославль». Панере от гостиницы заведений общепита предоставляли гостям различные скидки и спецпредложения. Большое количество бронирований мы увидели. Буквально за полтора месяца действия программы около 500 бронирований в гостинице по хэштегу «Еду в Ярославль» произошло. Большое количество постов, причем от всевозможных известных людей, которые в соцсетях имеют большое количество подписчиков, лидеров мнений, селебрити, писали о Ярославле. Многие, как основное преимущество Ярославля, отмечали близость к Москве и отсутствие темпа мегаполиса, а также наличие большого количества храмов и монастырей. Работа над их реставрацией сейчас ведется городскими властями. Специалисты мэрии привлекают спонсоров для ремонта объектов культурного наследия. В планах также развитие общественных пространств для повышения тур привлекательности. Есть у нас коровники территории, конечно, по ней надо работать в плане благоустройства. Кроме того, в 2021-м администрация Ярославля хочет наполнить городские пространства творческими фестивалями, а поддержит различные частные инициативы внедрением системы грантов. Алена Стицук, День в событиях. Редактор субтитров А.Семкин